На каком уровне и в какой форме должны объединяться люди с твоей точки зрения? Я вот такую аналогию привожу, Дим. Смотри, есть огромное количество так называемых некоммерческих организаций, общественный сектор и так далее, НКО, которые в основном являются грантаедскими структурами, которые в основном давно и плотно финансируются различными западными фондами, СОРОСами и так далее. И выходцы из этих грантаедских структур, они же в основном сейчас сформировали правительство. У нас с каждым новым правительством в последние годы все больше и больше этих грантаедов во власти оказывалось. Сейчас их в правительстве исполнительной власти очень много. Так вот, эти все организации, они же, большая часть из них формально никакого отношения к политике вроде как и не имели. Они там выступали со всякими целями развития свободы слова. Вода должна быть мокрой, солнце должно светить, ветер должен дуть. Развитие свободы слова, демократии, институты гражданского общества, борьба с коррупцией. Все прекрасно, все чудесно. Но в конечном итоге цель-то их, которая перед ними ставилась, конечная цель хозяев, всех этих грантаедских структур, тех, кто их финансировал, она была переформатировать Украину под нужды вот этих хозяев. Ну и создать кадровый резерв еще. Конечно. Так вот, переформатирование одним из элементов включало кадровый резерв, то есть завод своих уже полностью управляемых марионеток, оттеснив даже уже украинских олигархов, которые на определенном этапе выполнили, что ли, свою задачу. И теперь глобальный капитал, транснациональный, их хочет, в принципе, подвинуть. Ну, кабанчик в виде наших олигархов подрос, теперь время его резать, я так понимаю. Совершенно верно, да. И поэтому ему уже не нужны даже олигархи как посредники, тут они прямо своих вот как бы людей-грантаедов, которые полностью у них на зарплате заводят во власть и захватывают позиции. Так вот, каждая из этих организаций НКО, вот, грантаедских, она выполняла какую-то свою роль, какой-то отдельный свой сегмент, и зачастую даже многие из них, те, кто в этом участвовал, и не понимали конечную цель, для чего и как. Они вот видели то, что перед ними стоит, вот они, значит, это делали. Мы за ассоциацию там топили, евроассоциацию, или мы там нападали на журналистов, которые имеют свое мнение, обзывая их как пропагандистами Кремля и так далее, да. Ну, тебе это хорошо знакомо. Да, я это зачастую, да. Да, и так далее. То есть, вот, конечно, вроде такая цель отдельно, локальная, а это кирпичики, кирпичики, из которых выстраивалось вот это вот здание, полностью управляемой, подконтрольной Украины, да, к которому они стремились. Поэтому, если вот с этой всей махиной сражаться, да, для того, чтобы вернуть Украину, собственно, Украине, и гражданам Украины, и нашим национальным интересам, то надо использовать в том числе тактику наших врагов, наших противников, да. Организации низовые реально общественно, да, они финансируемые за счет западных грантов. Потому что, как только этих грантов нет, все эти люди сразу же куда-то там разбежались бы. Вот, они действовали только по стольку, поскольку их финансировали. Они пошли на самое страшное в их жизни, устроились бы на работу. Да, так я к чему говорю, да, к тому, что и организации, которые действительно вот общественны были бы, да, они финансировались какими-то грантами, они должны тактику в этом смысле перенимать. То есть, это могут быть профсоюзы, реальные боевые профсоюзы. Это могут быть, там, я не знаю, любые другие организации по любому направлению, связанные с политикой, не связанные с политикой, но они все равно должны работать на какую-то одну общую конечную цель, да. И ни в коем случае не брать деньги за границы от каких-то грантовских фондов. Конечно, конечно, потому что если ты берешь деньги из-за границы, ты уже не являешься независимым, и ты не являешься, ну, цели твои не будут направлены на благо Украины. Потому что кто платит, тот заказывает музыку. Платят за границы, значит, цели ты будешь выполнять те, которые тебе из-за границы и поставят. И это надо очень четко понимать. Все это независимые, якобы, эти общественные организации, которые получают зарубежные гранты. Это просто агенты влияния. Вот в прямом смысле это агенты влияния тех или иных государств или транснациональных корпораций, которые их финансируют. Вот, поэтому меня, кстати, вызывает очень большую тревогу, то, что у нас сейчас ряд государственных уже даже структур прямо финансируется за счет благотворительной, там, западной помощи. Там, директората, да, например. Ну, это вот при Порошенко, да, очень часто такое было. А сейчас, я так понимаю, не все пересели на украинский бюджет. Поэтому сейчас мы их оплачиваем, в том числе и зарплаты по полмиллиона, там, на Ему, Лещенко и всем остальным, вот этим, как раз, выходцам из гран-тоидских организаций, которые тоже по удивительной случайности все почему-то пристроены в топ-менеджмент украинских предприятий, которые, как бы, являются локомотивами и природными монополиями. Ну, так уж вышло.